Слава Украине! Привет всем от Полонского! Последнее время люди спрашивают, могут ли расисты напасть под предводительством уже того же самого Пригожина со стороны Беларуси на Киев, и будет ли такое нападение, и насколько он напасен. Не, ну в теории и марсиане могут напасть, тут же однозначно, да, прилетятся альфа-центавры, хотя это будут уже не марсиане, а центавряне, и нападут. Вне всякого сомнения это может произойти. Вот, ну и приблизительно Пригожин точно так же может напасть. Одно только но, что никакого ЧВК у него там нет в Беларуси, у него там нет вообще никого. И зачем, я не очень пойму вот самого смысла, а зачем Лукашенко или Путину Пригожину, чтобы напасть на Киев, и зачем вот это все заморачивать, чтобы Пригожин напал на Киев за что-то какой-то бред, ну мягко говоря. Для того чтобы, дело же вообще не в Пригожине, поймите правильно, для того чтобы создать ударную группировку, которая в состоянии будет опрокинуть наши бригады, которые стоят там на севере, но это нужно сколотить, я не знаю там, не знаю, может группировку 60-80 тысяч человек, оснащенных по полной программе танками, БМП, ну броней, да, или артиллерией, обученных, понятное дело, а не шлепперов каких-то, да, вот, то есть, ну это ж все остальное не серьезно будет, да, и послать их вперед, да, с техникой для разминирования, потому что там все заминировано к чертовой матери, вот, и ломиться придется по узким дорогам. Наши войска, которые защищают эту границу, очень хорошо подготовлены, а теперь давайте разберемся, есть там что-то подобное, вот, такие группировки, они не существуют в природе. Белорусская армия находится, ну, в состоянии зачаточном, скажем так, и не боеспособным в отношении Украины, никакой мотивации вообще, они даже в 22-м году отказывались нападать, а сейчас уж подавно, то есть, сколотить какой-то ЧВК, где взять для него технику, сейчас у них на Донбассе техники не хватает, остановить Пригожина нечем было, Пригожин там с тремя танками и с десятком БТР ехал на Москву, их нечем было останавливать, ведь вы видели вот эти колонны, которые шли на выручку Москве от Пригожина, вы видели эти колонны, я их очень хорошо просматривал, я там не увидел ни одного танка, ни одного БМП, только Уралы с личным составом, вот и я об этом, то есть, а за обученный личный состав, даже речи нету, то есть, ну, чем поменялась ситуация сейчас, по сравнению с тем, что она была две недели назад, да, тем, что в Беларусь привезли Пригожина, и что этот Пригожин возьмет автомат или шашку, или там, я не знаю, на гайку, или револьвер, парабеллум, парабеллум, ну, Ставбендер даст ему парабеллум, и вот с этим парабеллумом он будет идти в атаку прямо на Киев, ну, вот какие-то такие я вижу шансы на то, что Пригожин пойдет в атаку, все чушь и бред, все будет Украина.